4 трагических случая за 3 месяца в Казахстане в лифтах. Один из самых трагичных – смерть пациента в реабилитационном центре. В открытую шахту лифта без кабинки упали пациент и медсестра. Пациент погиб. Как лифты становятся убитыми? Проверим. Сколько тросов держит лифт? Три. Вот это и все? Да, но это более чем достаточно. Причем это, если не ошибаюсь, 3-4 кратное. То есть нагрузку они больше удерживают 3-4 раза. Есть механизм безопасности срабатывания, который не позволяет кабины лететь вниз при ямах. То есть здесь есть ловители, которые должны сработать при каких-то определенных стечении обстоятельств, условно говоря, обрыве всех тросов. Первый раз, когда на лифте прокатились, помните ощущения? Ну, было какой-то вот, как-то чуть страх. Мы были молодые, особенно это вот сейчас, не знаю. Вы на 10 этаже. Что для вас лифт значит? Вы даже не представляете, какая прелесть. Как мы мужу 81, я 75. Мы еле поднимаемся, слов нет. Мы рады. Прямо ужасно. А сколько лет у вас не было лифта? Вот в июне было бы 26 лет. Порядка 60% лифтового парка требует замены. Это именно те лифты, которые утратили нормативный срок эксплуатации. Это самые опасные объекты, которые на сегодняшний день не эксплуатируются, которые регулярно обслуживаются. Но проблема в том, что отсутствие запчастей приводит к тому, что лифты просто очень тяжело обслуживают, и они приводят к удорожанию. Эти лифты требуют либо замены, либо полной модернизации. Сейчас на сегодняшний момент лифты, которые 53 года отработали, они до сих пор эксплуатируются, хотя это по большому счету нарушение. Потому что есть нормативный срок 25 лет. После 25 лет необходимо проводить отрядование лифта. То есть есть комплекс каких-то определенных мер, то есть есть методика проверки, может ли лифт еще дальше функционировать в нормальном состоянии. С учетом того, что лифт отработал два нормативных срока, к сожалению, никто не берет на себя риск продлевать его срок действия. Мы же прекрасно понимаем, что это все-таки механизм, и, допустим, навряд ли кто-то согласится ездить на автомобиле, которому 53 года. 25 лифт не работал. Что произошло? Почему он перестал работать? В 90-е годы нам сказали, что его разграбили, вытащили что-то очень ценное, и с тех пор он не ездил. Вот мы ждали. Несколько раз были попытки, жильцы, они, ну, хотели организовать. Ну, не получалось, так скажем, потому что не все организовывались. А не опасаетесь, вот я говорю еще раз, вы вот сейчас вложитесь, как в 90-е потом придет, кто-то что-то заберет, цельную запчасть, и будет опять? Мы поставим видеонаблюдение. 102 поставили, установили, заменили в 20-м году, в 21-м году мы ничего не меняли, денег не было, ввели просто подготовку документов. В этом году мы 30 уже заменили, еще порядка 40 планируем до конца года. Лифт под ключ стоит максимально 12,5 миллионов тенге, это включая строительные работы. Но подъезд из сколько в среднем 9-этажки? Если это, скажем так, типовой лифт на 8-9 остановок, то в среднем где-то чек на одну квартиру получается в районе 5-6 тысяч тенге. В месяц? Ежемесячно. На сколько лет? На 8 лет. Но в связи с тем, что сейчас возможно произведет удорожание лифтов, мы рассматриваем возможность рассрочки до 10 лет. На самом деле эти лифты значительно проще в эксплуатации, понятно, то есть при уходе лифта в ошибку какую-либо, то есть есть непосредственная информация о том, что лифт находится в ошибке. Механику проще узнать и найти неисправности. Поэтому они значительно менее габаритные, станции управления, ну и по надежности как минимум не уступают старым лифтам. Сам лифт становится более плавный ход, то есть нет таких переходов, как на старых лифтах, то есть с большой скоростью на малую, здесь стоит уже частотный преобразователь, позволяющий лифту ездить плавно. Слушайте, ну как вы вот это поднимаете на крышу? Это же вот сколько весит этот агрегат? Ну весит где-то килограмм 450, убирается старая кабина и потом монтажной лебедкой по шарте затягиваем уже. А, ну то есть... Вот она, монтажная лебедка стоит. Ну там по лестницам уже другой цепной лебедкой, так же наверх. Ну тяжелый труд. Ну а где сейчас легко? Кому сейчас легко? Ну вот что самое сложное, чтобы лифт работал идеально? Отбалансировать или как? Да все самое сложное. Ну вплоть даже этот весь металл занести, настроить, потому что погрешность, ну полтора-два миллиметра все равно уже играет какую-то роль. Серьезно? Серьезно. Прямо играют. Кто сейчас контролирует состояние лифтов? Кто оценивает все? Этот лифт эксплуатировать больше нельзя? Или кто принимает вот вновь поставленные лифты? Как правило, эксплуатирующие организации ежегодно составляют акт технического осмотра. То есть они пока на гарантии лифт регулярно его обслуживают. По стечению гарантии это два года, имея на руках договоры с жильцами, они, естественно, эту работу продолжают делать. На основании актов, если лифт уже утратил нормативный срок, естественно, заказчику это все объявляется. При наличии акта уже принимается какое-то решение. Либо дальше эксплуатировать, либо менять. Но это все согласие собственника. Весь контроль на эксплуатирующие организации. Со стороны государства контроль только при постановке на учет? К сожалению, да. Мы об этом уже не раз заявляли, о том, что мы хотим контроля. Раньше это осуществляли органы ЧАЭС. То есть там был отдел Котлогазового надзора, который проводил периодические выезды, периодические проверки. Сейчас полномочия проверок передали местным органам управления, жилищные инспекции. Жилищная инспекция участвует только действительно при приемке. Процесс эксплуатации, то есть во время эксплуатации проверки не проводятся. Я думаю, что этот вопрос нужно поднимать на уровне правительства, потому что вопрос наболевший. Нужно наконец-то разделить полномочий, кто все-таки будет полностью контролировать весь цикл, начиная от регистрации и кончая эксплуатацией этого лифта. То есть до полного срока, и с течения полного срока эксплуатации. Ответственность, конечно, есть. В общем и целом мы собираем нормально. Потом есть обслуживающие механики, которые также контролируют, смотрят за состоянием лифтов. И большинство несчастных случаев, которые происходят, это не по вине монтажников или электромехаников, по вине самих жителей и глупостей, в принципе, самих пользователей этих лифтов. А есть какие-то нормативы прописанные, что если человек застрял в лифте, в течение какого срока его должны оттуда вытащить после звонка? В течение 30 минут. Мы должны отреагировать и произвести эвакуацию застрявшего человека. Но на самом деле лифты надежны. У нас выходит из строя больше, конечно, какие-то части станции управления, но это вызвано неправильными характеристиками напряжения. То есть если напряжение, скачки, напряжение, перепады и все прочее, да. Здесь кабины, они в исполнении, скажем так, антивандального. Ну, всегда найдутся люди, которые, ну, я так думаю, в инстаграме видите периодически видео касательно людей, которые как себя ведут в лифтах. Вот эта вот технология, когда лифт закрылся, ну, чтобы не закрылся, ногу ставят или руку, это сильно вредит аппарату? Ну, если у него есть свои определенные фотошторки, то никакого повреждения нет. То есть если у него нет фотошторок и ставят руки, ноги, тогда да. То есть, ну, нельзя. А когда есть вот фотошторки, они срабатывают, оно, это предусмотрено. До скольки раз можно вот так ногу ставить, чтобы он закрывался, открывался? Если держать, он не будет закрываться. То есть когда? Он очень любит, когда кто-нибудь приезжает. Чувствуешь? Ну, слушай, прям как к живому организму к лифту относится. Ну, а как по-другому? У нас, наверное, процентов 70 сотрудников – это люди с высшим образованием. То есть всегда был стереотип о том, что электромеханик по лифтам – это какой-то немытый, грязный, не всегда трезвый человек. На самом деле это не так. Люди с высшим образованием, и мы всегда стараемся платить достойную заработную плату, чтобы люди оставались. Люди работали, чтобы они имели ответственность за лифты. Что нужно изменить? В первую очередь, орган контроля, который осуществляет контроль. И требования к организациям, те, которые занимаются техническим обслуживанием. То есть это должно быть действительно либо лицензия. Ну, на сегодняшний момент существуют аттестаты по промобезопасности на право ведения работы данной области. Ну, а кто их контролирует на лечении этих аттестатов? То есть если нет контроля, нужны ли эти аттестаты, нужны ли эти лицензии? То есть контроль. В первую очередь контроль. За качеством, за персоналом, за правильностью проведения мероприятий по техническому обслуживанию лифта. Чем выше к небу растут города, тем больше человек зависит от лифтов. Но безопасность в лифтах зависит не только от специалистов, но и правильной, бережной эксплуатации лифтов самими пассажирами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова